Здравствуйте, коллеги! Мы будем обсуждать EWL с использованием симулятора EWL Aventa. Это шестая лекция, в которой мы рассмотрим, чем отличаются вспомогательные и принудительные управляемые вдохи в режиме Assist Control. Чтобы двигаться дальше, скачайте себе симулятор Aventa, ссылка для скачивания под видео, или вбейте адрес, который вы видите на слайде, в браузер своего компа. Все примеры, которые я даю в этой лекции, рекомендую повторять на симуляторе, для лучшего понимания. Разархивируйте симулятор, выбирайте файл, указанный на слайде. Как и весь мир, мы опираемся на классификацию Роберта Чадборна. Классификация режимов Роберта Чадборна оказалась удобной и используется не только в Америке, но и во всем мире. На слайде обложка третьего издания книги профессора Роберта. В своей книге «Основы ИВЛ» мы подробно описали все режимы, которые нашли в научной литературе и в инструкциях к аппаратам ИВЛ. Наша книга построена на классификации Роберта Чадборна. Она в свободном доступе на сайте нашего отделения. Если легче воспринимать на слух, на сайте есть 8 лекций по книге «Основы ИВЛ» о вспомогательных и принудительных вдохах в лекции номер 3. Но вкратце повторим главное. В соответствии с классификацией Роберта Чадборна вдохи могут быть только двух типов. Принудительные – mandatory и спонтанные – spontaneous. Вспомогательные вдохи по существу и по определению являются принудительными. Сейчас объясню почему. Пусть принудительные вдохи символизируют этот паровой робот, каждое движение которого – это переключение внутренних механизмов и результат действий исполняющих программ. А спонтанные вдохи символизирует девушка, похожая на дуновение ветерка. Как сказал Александр Сергеевич, сердцу девы нет закона. Спонтанным считается вдох, если он был начат и закончен пациентом. Это значит, что спонтанный вдох инициируется с помощью любого триггера, кроме тайм-триггера, а переключение на выдох может быть по потоку или по давлению. По-английски – spontaneous – это значит, что спонтанный вдох не может быть управляем по объему и завершаться по времени. Но в этой лекции мы о спонтанных вдохах говорить не будем. Принудительным считается вдох, если вдох был начат и закончен аппаратом ИВЛ, или инициирован пациентом, но закончен аппаратом ИВЛ. При аппаратном включении вдоха работает единственно возможный мэшн-триггер, это триггер, срабатывающий по расписанию, или тайм-триггер. При аппаратном переключении с вдоха на выдох, или мэшн-сайклинг, возможны два способа. Это тайм-сайклинг, то есть переключение по времени, и волюм-сайклинг, переключение по объему. Такой принудительный вдох называется control breath, в переводе управляемый. Control breath, в переводе управляемый, это вариант принудительного вдоха, когда вдох был и начат, и закончен аппаратом ИВЛ. По определению Роберта Чадборна, вспомогательный вдох, ассистент, тоже является mandatory, то есть принудительным, поскольку вдох был начат пациентом, но закончен аппаратом ИВЛ. Во вспомогательном вдохе всегда используется аппаратное переключение с вдоха на выдох, по объему или по времени, то есть мэшн-сайклинг. Этот вдох закончен аппаратом ИВЛ. На нашем мониторе, на графиках, ассистент отражается оранжевым цветом, а контролд красным. Все вдохи, управляемые по объему, всегда являются принудительными, то есть mandatory, поскольку такие вдохи переключаются на выдох, либо по объему, либо по времени. То есть при управлении вдохом по объему, всегда аппаратное переключение на выдох. При всех вариантах CMV обязательно предусмотрено использование триггера, срабатывающего по времени. Тайм-триггер может быть дополнен любым другим триггером, реагирующим на дыхательную попытку пациента. Когда у пациента спонтанной дыхательной активности нет, возможны только принудительные вдохи. Mandatory, начатые аппаратом ИВЛ. Эти вдохи носят название controlled, то есть управляемые. Чтобы не было сомнений, внизу экрана пыхает английская буква C, что означает control, то есть принудительный управляемый вдох. Напомним, что единственный Mesh & Trigger работает по времени. Очевидно, что когда все вдохи строго по расписанию, поскольку пациент не инициирует вдохов, общее количество вдохов соответствует установленному. Если активированы два триггера, используется принцип come first, served first. Кто успел, тот и стыдил. Принудительный вдох, начатый пациентом, называется assisted breath. Режимы CMV с двумя триггерами часто называют assisted control mechanical ventilation или просто assist control. Где находится временное окно триггера пациента? Прежде всего, аппаратный, он же машинный триггер, работает в соответствии с временной разбиткой. Если установлено 12 вдохов, то 60 секунд делим на 12 и строго по расписанию, каждые 5 секунд аппарат делает вдох. Эти принудительные вдохи по расписанию называются управляемыми. По-английски control. Для срабатывания триггера пациента аппарат выделяет временное окно в интервале между принудительными управляемыми вдохами. Пусть наш виртуальный пациент начал дышать и делает 9 попыток вдоха в минуту. Попытка вдоха пациента попадает во временной интервал или окно, когда активен триггер пациента. Аппарат откликается, выполняет вспомогательный вдох с теми же параметрами, что и принудительный вдох. Чтобы не было сомнений, внизу экрана пыхает английская буква A, что означает assisted, то есть вспомогательный вдох. После состоявшегося вспомогательного вдоха вновь открывается окно возможностей, то есть аппарат готов откликнуться на попытку пациента сделать вдох. Если пациент не сделает попытку вдоха во время окна, то через 5 секунд от начала состоявшегося вдоха аппарат выполнит управляемый принудительный вдох. 5 секунд получается, если минуту, то есть 60 секунд мы разделим на количество установленных вдохов, то есть на 12. 5 секунд актуальны для данных настроек вентиляции. При другой установленной частоте интервал будет другим. Какое максимальное количество вспомогательных вдохов может подхватить аппарат ИВЛ? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить длительность дыхательного цикла. У этого пациента при этих настройках получилось 2,7 секунды, пока аппарат поддерживает все попытки. А если пациент сделает больше попыток вдоха, в данном случае мы установили 25. Аппарат не может поддержать больше 22 попыток, потому что если 60 разделить на длительность дыхательного цикла в 2,7 секунды, получается 22. А больше никак. Итак, действительно ли управляемые Controlled вдохи и вспомогательные Assisted совершенно одинаковы? Посмотрим на вариант Assist Control Continuous Mandatory Ventilation Pressure Control. На мониторе Assisted отражается оранжевым цветом, Controlled красным. Когда мы установили усилие вдоха пациента в 1 см вводного столба, мы видим различие дыхательного объема между управляемым и вспомогательным вдохом в 50 мл. Когда усилие вдоха пациента составляет 5 см вводного столба, различие дыхательного объема между управляемым и вспомогательным вдохом составит уже 100 мл. Когда усилие вдоха пациента 10 см вводного столба, различие в дыхательных объемах между управляемым и вспомогательным вдохом составит 150 мл. Мы видим, что дыхательный объем в режиме Assist Control Press Control Ventilation меняется в зависимости от усилия пациента на вдохе. Если усилия нет и вдох инициирует аппаратом, дыхательный объем составляет 460 мл. По мере того, как растет усилие вдоха пациента, в режиме Assist Control управляемому по давлению растет дыхательный объем. При Assist Control CMV Press Control аппарат строго выдерживает длительность вдоха и давление вдоха. Дыхательный объем зависит от состояния респираторной системы пациента и его усилия вдоха. Посмотрим, что меняется в режиме Assist Control CMV Volume Control с постоянным потоком по мере усиления инспираторных попыток пациента. На мониторе Assisted отражается оранжевым цветом, а Controlled – красным. При усилии вдоха нашего виртуального пациента 1 см водного столба, кривые управляемых и вспомогательных вдохов на мониторе ничем не отличаются. Когда увеличивается усилие вдоха пациента до 5 см водного столба, давление на вдохе снижается. При этом кривые потока и объема не отличаются для управляемых и вспомогательных вдохов. Когда увеличивается усилие вдоха пациента до 10 см водного столба, давление на вдохе снижается еще больше. При этом кривые потока и объема по-прежнему не отличаются для управляемых и вспомогательных вдохов. Давайте посмотрим, как меняется пиковое давление по мере увеличения усилия вдоха пациента. Усилие 1 см водного столба, пиковое давление 13 см водного столба, усилие 5 см водного столба, пиковое давление 12 см водного столба, усилие пациента 10 см водного столба, в результате пиковое давление снижается до 9,5 см водного столба. Теперь посмотрим, как меняется давление плато по мере усиления вдоха пациента. При режиме Assist Control CMV, управляемом по объёму, аппарат строго выдерживает объём и поток вдоха, а давление вдоха зависит от состояния респираторной системы и усилия вдоха пациента. Призываю вас, дорогие коллеги, смоделировать то, о чём я вам рассказал, на симуляторе, дома, в спокойной обстановке, за чашечкой душистого чая. Как сказал Джон Марини, ИВЛ – это хлеб нашей специальности. Давайте посмотрим на симуляторе, как это выглядит. Итак, у нас пациент дышит в принудительном режиме, все вдохи Control, то есть управляемые, на каждый вдох пыхает буковка C. И если заморозить, мы увидим временной интервал, когда аппарат готов принять попытку спонтанного вдоха пациента, расстояние между началом одного вдоха и началом другого составляет 5 секунд. Теперь пусть пациент делает у нас 11 попыток самостоятельных вдохов. Вот вы видите, пошёл вспомогательный вдох. А вот принудительный вдох. Временной интервал между началом состоявшегося вспомогательного вдоха и началом управляемого принудительного вдоха, опять же, составляет 5 секунд, как мы говорили в лекции. Теперь давайте посмотрим, сколько максимальное количество вспомогательных вдохов может сделать аппарат. Давайте поставим 22, как было в лекции. Примем. Сейчас посмотрим, какую частоту общую он уберёт. Все ли в духе примет аппарат. 22. Всё совпадает. 22 попытки вдоха аппарат поддерживает. А если мы предположим, что пациент будет делать больше попыток вдоха, пусть будет 29. Вы видите, что исходя из установленной длительности дыхательного цикла, вдох плюс выдох, аппарат оказывается не в состоянии поддержать большее количество попыток вдоха. Сейчас мы посмотрим, как суммируется то количество вдохов, которые мы предписали, с попытками вдохнуть пациента. Вы видите, что мы установили 12 вдохов, но на самом деле аппарат делает большее количество вдохов. Те вдохи, которые попадают в окно, во временное окно возможностей, окно тригирования, они тоже используются. Но тогда аппарат отказывается от части своих 12 вдохов. В результате получается такая цифра. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы сделаем немножечко другой режим. Пусть у нас будет режим с инспираторной паузой. И посмотрим, как будут меняться кривые в зависимости от усилия вдоха пациента. Сразу поставим 10, чтобы было наглядно. И вы видите, что кривые давления существенно отличаются. А кривые потока абсолютно одинаковые и кривые объёмы тоже ничем не отличаются. Потому что аппарат просто-напросто выполняет свою задачу. Он постоянным потоком доставляет целевой дыхательный объём. И то, что в момент вдоха пациент реализует свою дыхательную попытку, приводит к тому, что давление в контуре, в дыхательных путях пациента снижается. Теперь сделаем режим CMV по давлению. Начнём с ситуации, когда все вдохи принудительные. Пациент в глубоком наркозе или под релаксантами. Видим, какой дыхательный объём. А теперь, сразу чтобы было наглядно, пусть пациент создаёт усилие вдоха 10 см водного столба. И сравним, как у нас отличаются вдохи, которые обозначаются буковкой C-контрол и вдохи ассиста. То есть, вспомогательный. Ну вот вы видите разницу сразу. То есть, что делает аппарат? Аппарат делает то, что ему предписано. Длительность вдоха не меняется, как предписано. И давление в дыхательных путях соответствует примерно тому же, что мы указали. То есть, 3 плюс ПИП-3 плюс поддержка вдоха 8, то есть, 11. Но при этом дыхательный объём меняется. В том случае, если пациент не делает дыхательной попытки, у нас получается объём около 440 мл. А в той ситуации, когда пациент делает дыхательную попытку, дыхательный объём достигает 710 мл. Посещайте наш канал на Ютубе. Вы заходите на Ютубе, набираете в поисковой строке nsicu.ru На нашем канале только медицинская информация. Лекции и учебные фильмы. Уже больше двух тысяч. Для того, чтобы легче было найти нужные материалы, пользуйтесь опцией плейлисты. Если вы хотите продолжить занятия с симулятором, пользуйтесь плейлистом «Симулятор ИВЛ» на вашем компьютере. Мы будем выполнять его лекциям. Это адрес нашего сайта, где всё в свободном доступе. И посмотрите ссылки под этой лекцией. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!